Добрый вечер! Добрый вечер! Член сборной России, чемпион Европы недавно, в прошлом, Сергей Кузьмина, Ленинградского тяжеловеса, его соперник Николас Булер. Итак, ждем выхода боксеров в ринг. Во всем по порядку. Добрый вечер! Можно сказать, практически марафон. И поскольку действительно будет очень много боев, начинается вот сейчас в половине пятого, а закончится все ближе к полуночи. Поэтому у нас сегодня в связи с этим и большая бригада комментаторов, которые будут помогать смотреть вам сегодняшнее шоу. Начинают программу хорошо вам знакомый Александр Шкаликов и, может быть... Ой, простите, Андрей Шкаликов. Вот так еще марафон не начался, а я, Борис Крепко, видите, уже устал. И совершаю такие ляпы в эфире. Итак, Андрей Шкаликов и Григорий Стангвильд хорошо вам известны по интернету. Вообще, Зубр и, не знаю, человек, который знает все о боксе, который знает все, что происходит в мире бокса ежедневно, ежесекундно. Это ваши сегодняшние комментаторы, которые начнут сегодняшнее шоу. Итак, друзья, Николас Булле уже в ринге. Ждем выхода Сергея Кузьмина. Из России Сергей Кузьмин. Я напоминаю, Андрей Шкаликов и Григорий Стангрид. Ваши комментаторы. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Сегодня начинаем нашу трансляцию. На самом деле, наш руке коллега Борис Крепко уже сказал, что нам предстоит большой марафон. Наверное, впервые такой большой вечер бокса в нашей стране, в Москве. Так. Один из бойцов уже находится в ринге. И вот мы видим, в ринг уходит россиянин. Боксеры в ринге. Сначала его Сан-Загорский рассказывает о бойцах. Давайте послушаем. Как вы видите, зал пока еще не запомнил. Это уже первый бой нашей сегодняшней программы. Сейчас рингоносер приветствует россиянина. Все вы прекрасно знаете. Но еще по любительскому боксу. Сергей Кузьмин. И мы видим его тренер-секундант Александр Зимин. Находится в углу россиянина. Бойцы жмут руки. Несколько выше российский боксер своего соперника. Рефери в ринге Андрей Курнявка. Андрей Курнявка. Тот редкий случай, когда рефери, находящийся в ринге, значительно более, наверное, даже титулован, чем боксеры. Но все еще у них впереди дебютный бой Сергея Кузьмина. Я думаю, что у вас не составит проблем отличить кто где. И с первых же секунд начинает, включает прессинг российский боец. Что интересно, Сергей свой первый бой проводит 6 раундов. Да, это весьма редкое явление, потому что зачастую мы видим, когда боксеры начинают всего лишь с 4 раундов. Ну, нужно отметить, что Сергей выступал во всемирной серии бокса. Там, где раунды длятся, вернее, количество раундов составляет 5. Поэтому у него уже есть такой опыт, у него есть определенное количество боев. И я думаю, что нет смысла для него начинать с 4 и делать определенный шаг назад. Вот, пожалуйста, первый нокдаун. Конечно же, доминирует Сергей своим соперником. Он намного мощнее, ну, как уже сказали, титулованнее, опытнее. Николас Булле проводит всего только четвертый бой, друзья. Он тоже, в общем-то, еще новичок в боксе, если так можно сказать. Я не знаю, сообщили мы вам о том, что он из Уганды или нет. Ну, во всяком случае, вот такая деталь. И интересно, что он работает в личной охране президента. Помимо того, что занимается профессиональным боксом. У него довольно много любительских боев за плечами. Больше 40, если я не ошибаюсь. Был в сборной страны по любителям. И вот сейчас вышел на профессиональный ринг. Но вы видите, да, разницу в классе. Ну, опять-таки, одно дело быть в сборной Уганды, да. А второе, быть чемпионом Европы все-таки полюбить. Две, как говорится, большие разницы. Снова присел, да, чтобы исключить худшего. Ну, а реферий в ринге дает знак к окончанию боя. Уже после первого нокдауна по лицу более было видно, что бой будет коротким. И, собственно, так и получилось. Да, Андрей Курнявка совершенно правильно сделал, что остановил этот бой. Ну, как совершенно справедливо сказал Григорий, после первого нокдауна все было уже понятно по мимике бойца из Уганды. Он просто-напросто, ну, испугался по-человечески и не хотел дальше продолжать. Ну, отстоял еще минуту. Ну, и в конце просто сам, по-моему, даже опустился, чтобы реферий остановил поединок. Ну, Александру Загорскому остается только подтвердить это все словами. Технический нокаут. Да, мы видим кровь из носа темнокожего спортсмена. Кстати, Андрей Курнявка подходил сейчас к супервайзеру и, видимо, какие-то детали объяснял. Не удалось расслышать, к сожалению, детали остановки. В середине первого раунда Сенгей Кузьмин одержал победу. Российский фермишин. Мне кажется, даже не почувствовал, Сергей, вот, что такое простой бокс. Ну, одно дело, выход в ринг, это очень, так вот, такая, первый выход в ринг, как профи, это значительно без майки. Ну, в любом случае, вы знаете, Андрей, дебют состоялся, да, и, конечно же, он выступал при более широкой аудитории, при большем количестве зрителей, на более ответственных и интересных турнирах, даже по любителям. Только вспомните, чемпионат Европы в Москве, который проходил. Да, в Камарелле, да, выиграл в полуфинале, это было тогда по-настоящему. Вот, кстати, сенсация, вот, ну, как-то надо дебютировать. Вот такой соперник сегодня попался, ну, я не знаю, как он будет защищать президента, но, пока, вы видели то, что видели. Итак, первый бой получился таким скоропечным, удачным для нашего тяжеловеса. Еще выходы следующей пары боксеров. Еще один дебютант, россиянин, тоже из Питера, Дмитрий Бивол, боксер полутяжелого веса, который великолепно выступал по любителям тоже, был чемпионом России, был, если я не ошибаюсь, чемпионом Европы даже. И вот дебютировать будет сегодня профессионалов. Ну, у него соперник, насколько я понимаю, будет посерьезнее, чем у Сергея Кузьмина, но обо всем по порядку. Субтитры сделал DimaTorzok